Потом следователи установят, пожар начался в 75 кабинете на втором этаже из-за брошенного окурка. Небольшое с начала возгорания пытались потушить своими силами, но безуспешно. Вспыхнули деревянные перекрытия и вскоре горел уже весь дом. Люди на верхних этажах оказались отрезаны от выходов, а их в огромном здании было всего два. Анна Красова уцелела чудом. Незадолго до трагедии отпросилась встретить дочку из школы и обратно уже не зашла. Здание окружили пожарные, спасатели и медики. Может кто-то где-то найдется, может кто-то попал в какую-то другую больницу, может просто неизвестно. Помните, были надежды какие-то. Те, кто мог, спасался через окна, но на многих были решетки. Пожарные лестницы не доставали до верхних этажей. Чтобы покинуть здание, некоторые скручивали канаты из штор или просто выпрыгивали из окон. У нас спецназ уиновский, без команды, побил сбор и все прибыли в спецназ. А понимаете, спецназ ложился живым, на землю рожился и люди прыгали на него. Бывало, что к некоторым они жизнь спасти. Трое суток почти без сна провел на том пожаре Виктор Вадиленович Шейн, сначала спасая людей из горящего здания, а потом разбирая обломки. Начальник противопожарной службы сам вывел 15 человек. Там же получил два перелома, черепно-мозговую травму, а после представлен в государственной награде за спасение людей, как и многие его коллеги. Так люди все рвались, потому что трагедия наших товарищей, наших друзей, всех это было, конечно, тяжело. После пожара крыши все перекрытия рухнули, здание решено было снести. И на его месте появился мемориальный комплекс часовней. Каждый год здесь собираются родные, близкие и друзья погибших. К вечному огню возлагают цветы и вспоминают коллег. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.